Всем привет! Сегодня на моем канале будет тег и называется он уверенно себе, какая я была в 15 лет. На мой взгляд это очень интересный тег, я посмотрела других блогеров, других девчонок и мне было очень интересно узнать, какие они были в детстве или в подростковом возрасте, а не только какие они уже сейчас. И мне тоже захотелось ответить на эти вопросы, так что начнем. Первый вопрос, какой ты была в 15 лет, опиши себя. Я была невысокого роста, точнее очень даже маленькой и в детском саду, и в школе, и вообще везде, и во дворе. У меня в 15 лет был еще мой цвет волос, по-моему первый раз я покрасилась лет в 16, в темно-коричневый. Я была очень веселым подростком, всегда всех смешила. Второй вопрос, была ли у тебя неуверенность в тебе и чего это касалось? Что не нравилось своей внешности? Честно говоря, я не очень помню, что конкретно мне во мне не нравилось или нравилось. Помню единственное, что мне не очень нравились мои руки, потому что у меня они маленькие, маленькие пальчики, маленькие ногти. Я всегда любила длинные пальцы и другую форму ногтей. Сейчас я уже не то что смирилась, а очень даже люблю свои руки. Если говорить о неуверенности, то, наверное, она была. Я думаю, у всех подростков есть эта неуверенность. Мне кажется, трудно быть в 15 лет уверенной в себе. Мне кажется, уверенность приходит с возрастом, с опытом. Всегда хотелось быть на кого-то похожей, и естественно из-за этого невозможно было быть уверенной в себе. Третий вопрос, нравилось ли тебе учиться в школе? В школе я учиться обожала. Я ненавидела только по утрам вставать, но я думала, я не одна такая. До сих пор это терпеть не могу. Я проучилась 5 классов в Узбекистане, и потом уже переехала в Германию. Здесь тоже я сменила 2 школы и 4 класса, по-моему. Единственное, когда я пошла в Германию первый раз в школу, это был 6 класс, конечно, было не очень, потому что я сидела за партой как бревной, я ничего не понимала вообще. Ну, когда через год уже язык более-менее подучила, уже, конечно, было все не так страшно. После 8 класса я перешла в гимназию, там тоже было очень весело. И что мне всегда везло в школу, большинство учителей очень хорошо ко мне относились, особенно учителя по физике. Ну, а вообще, что касается одноклассников, у меня, в принципе, всегда были классные одноклассниками, всегда друг с другом находили общий язык и ездили в какие-то классные поездки, и там зажигали, и в школе друг другу помогали. Конечно, может быть, был один-два человека, с которым не очень так хорошо общаешься, но в классе, когда 30 человек, это незаметно. В общем, школу любила очень-очень. Четвертый вопрос. Отношения с мальчиком. Нравилась ли ты им и они тебе? Да, в принципе, не могу пожаловаться. Мальчикам вроде бы я всегда нравилась, и своим ровесникам, и постарше, и да. А нравились ли они мне? Ну, естественно, мне тоже нравились мальчики. Первого мальчика, которого я влюбилась, это вообще было в детском саду. Мы с ним делили один шкафчик и вешали в него свои куртки. И я ему тоже нравилась. Пятый вопрос. Что изменилось сейчас с того возраста? Ну, я думаю, изменилось все. Изменились, конечно же, вкусы, изменились принципы, изменилось мое отношение к родителям. В общем, поменялось абсолютно все, кроме моего позитивного настроя. Я всегда была позитивным человеком, ребенком, подростком. Шестой вопрос. Шестой вопрос. Что помогло стать уверенной в себе? Ой, мне кажется, это как-то даже трудно сказать. Вряд ли это какое-то одно событие было в моей жизни, или что-то резко поменялось, и я стала уверенной в себе. Я думаю, это с возрастом приходит. Мне кажется, очень важно любить себя и воспринимать такую, какая ты есть. Эти слова я слышала уже много-много раз, но никогда не воспринимала так близко к сердцу. Долгое-долгое время мне все время хотелось быть на кого-то похожей. Я хочу быть как она, нет, вот как она. Ой, а что обо мне скажут люди? Ой, а что подумают? А вдруг им это не понравится, да? Вот это все нужно откинуть. Когда ты сама себя чувствуешь комфортно, и там, где ты живешь, ты себя чувствуешь комфортно. И то, что ты делаешь, тебе нравится. И самой собой внутренне ты ощущаешь какой-то комфорт, тогда ты чувствуешь себя уверенной. Вот это мое мнение. Последний седьмой вопрос. Что бы ты посоветовала себе тогдашней 15-летней девочке? Что бы я себе посоветовала? Единственное, какой бы маленький совет я себе дала, это больше вкладывать в себя. Да. Где-то я прочитала, я не помню, кто это написал. Молодые люди должны не откладывать, а вкладывать. Вкладывать в себя, в свое развитие. Мне кажется, это классная фраза, и все молодые люди должны взять себе это на заметку. Все это были все вопросы этого тега. Я надеюсь, вам понравилось, и было интересно узнать обо мне 15-летней. И мы увидимся в следующем видео. Пока. Вы это должны увидеть. Какая сладкая. Ей жарко, и она так спит смешно. Субтитры сделал DimaTorzok